Юранка Продакшн представляет Он был уже, изначально я сделал Hard Reset, все, я его сбросил, хотя на нем и так ничего не было. Проблема заключалась в следующем. В общем, я на него загрузил, как вы видите, очень много приложений, ну, в частности, это там и ВК, и WhatsApp, и все-все-все прочее, и очень большое количество, в общем, уведомлений у него. Включил ночные режимы и так далее. Это, ну, самая основная из проблем, за которой, конечно же, я все это делаю. Значит, ночные режимы у меня все стоят на включении, ну, какой-то один в 11 ночи, другой в час ночи, и чтобы у меня этот режим выключался где-то в 7 утра примерно. Стоят режимы все на выключении в 7 утра, то есть потом уведомления должны приходить. В общем, в течение, на протяжении где-то недели-полторы сейчас наблюдаю такую ситуацию, что ежедневно утром у меня в 10 часов утра практически, как по будильнику, срабатывают ложные уведомления, что происходит. То есть, к примеру, у меня одно сообщение на WhatsApp, а у меня приходит 30 уведомлений. Я не понимаю причины, почему у меня приходит их штук 20, то есть у меня, например, на WhatsApp стоит звук лягушки. И представьте, 20 кваков происходит. И вот так вот штук 20. При этом экран у меня полностью черный в этот момент. Черный вот так вот. Я не могу даже ничего сделать, то есть я нажимаю на кнопку, а ничего не происходит. И при этом приходит уведомление штук 20. Потом, когда он все-таки одумается, потом включается экран, я его разблокирую, и все, уведомления прекращаются. Второй момент это то, что часть уведомлений, которые появляются здесь у меня в строке сверху, они почему-то здесь есть, а когда открываешь, по факту их оказывается так, что их нет. То есть, как будто они есть, вот тут, а открываешь шторку, а в шторке их нет. Это основные из двух моментов, причине которых я хотел перепрошить свой смартфон. Прошите, это предыстория, я вам рассказал. Перепрошивать мы сегодня с вами будем с глобальной версией на русскую. Ну, так как мы находимся в России, самое, наверное, оригинальное, я посмотрел, у него три самые основные версии. Это китайская, глобальная и, чтобы могли подумать, русская. То есть, представляете, Китай, Россия, какие-то очень такие особенные страны, в которых прошивка, ну, есть прямо вот отдельно, специально для страны. В частности, некоторые функции, которые доступны на глобальной версии, такие как SOS, например, пятикратное нажатие клавиши, включение, отправляют контактом ваши последние звонки, например, и ваше местоположение в России, не работают. В том числе, уведомления о каких-то глобальных катаклизмах. В частности, тоже эта система здесь не работает. Причем она, ну, как бы работает, но очень-очень плохо, и это все оповещение экстренное делает вообще 112, и то крайне-крайне редко. Ну что ж, давайте с вами приступим, наверное, не будем откладывать. Что нам с вами нужно? Зайти в настройки, затем мы заходим в раздел о телефоне, затем нажимаем пять раз на версию MIUI, для того, чтобы стать разработчиком. После этого, я уже разработчиком, это не нужно. Заходим в раздел расширенные настройки, затем мы с вами открываем для разработчиков. Видите, как ее спрятали, прям хорошо. Затем, так, это я пока что выключусь, подождите. У вас это будет отключено. Статус MIUNLOCK нам с вами необходим, нажимаем на него. Затем нас, да, предупреждают, что для нормальной работы требуется доступ к вашему MI аккаунту. Согласен. Тут важно, конечно же, прочитать, то есть, для чего нужна блокировка загрузчика, чтобы для защиты устройства личной информации. В частности, помните, вы не сможете использовать устройство после разблокировки. Вот, в чем особенность. В частности, я осознаю риск, что все равно хочу разблокировать загрузчик. Также нужно, чтобы у нас была вставлена сим-карта, отключить Wi-Fi и включить мобильный интернет. Убедиться, что у нас с вами также привязан аккаунт, MI аккаунт к нашему смартфону. Нужно, то есть, связать аккаунт с устройством. Мы его связываем. Прежде всего, мы, конечно, выключаем Wi-Fi. Включаем мобильный интернет. Нажимаем связать. Подготовка к привязке происходит. Процесс завершен. Не отключайте от сети, не выходя из MI аккаунта. Не выполняйте сброс настройка или удаляйте системных данных. Если вы уже сделали, что ли вы из вашей печи, то снова добавьте в свой MI аккаунт. В противном случае, вы не сможете заблокировать свое устройство. Не отключайтесь от сети, не выходите из MI аккаунта, не выполняйте сброс настроек или удаляйте системных. Не выполняйте то, не выполняйте это и не выходите никуда. Хорошо. Так. Хорошо. Мне уже страшно. Потому что, ну, если сделать все правильно, то, по сути, такого быть не должно. Не отключайтесь от сети. Слово не отключайтесь от сети, то есть его нельзя выключить. Сейчас, подождите, мне надо свериться с инструкцией, ребята, аначе я сейчас боюсь, мы что-нибудь натворим с вами. Давайте будем делать это крайне аккуратно. Все, мы с вами все сделали. Вот. Разблокируем загрузчик, сейчас мы с вами будем подключать его к компьютеру. Давайте дальше все это будем делать. Теперь нам с вами необходима OEM разблокировка. Возвращаемся на менюшку назад и вот здесь вот ставим эту штучку, включаем. Теперь нас запрашивает пароль. Ну, это пин-код от нашего экрана. Ну, то есть для доступа к смартфону. Нажимаем, вводим, нажимаем далее. Да, внимательно, функция защиты не будет работать, пока включен параметр. Нажимаем включить. Значит, все, мы все включили. Теперь, скорее всего, мы сейчас с вами переходим к действиям уже с компьютера. Хотел бы, да, вас предупредить, друзья мои. Если у кого-то что-то не получается, у вас обязательно должен быть ми-аккаунт. То есть к сяомевский аккаунт должен быть подключен. Вот этот вот. Здесь нужно будет войти в него и создать, если он у вас не создан. Это вам нужно знать обязательно на будущее, чтобы вы знали. Теперь режим fastboot надо его перевести. Что мы делаем для этого? Мы его выключаем. И включаем режим fastboot, задерживая клавишу... Сейчас попробую вам включить, чтобы вы видели. Задерживая клавишу, вот эту вот клавишу, значит, включение и звука вниз. Зажимаем. Зажимаем. О, смотри, что происходит. У нас с вами появляется вот такая картиночка. Fastboot. Теперь нам с вами нужно, скорее всего, будет перейти к действиям непосредственно с компьютера. Так, сейчас нам с вами нужно подключить наше Android-устройство к USB-порту компьютера. Все делаем последовательно и осторожно, друзья мои, потому что иначе все может просто улететь. Подключаем наш с вами USB-шечку. Причем, обращая ваше внимание, что ADB, как в некоторых бывают случаях, подключать... В данном случае нам включается в режим разработчика, но с вами ADB не нужно. То есть, это Android Debug Bridge, мост, так скажем. Все, мы его подключили. У нас с вами теперь подключен. Давайте его немножечко вот так вот приподнимем. Опа, аккуратненько. Вот так вот. Ага. Идем дальше. Мы перешли с вами на использование в данный момент с ПК. Значит, смотрите, что нам с вами необходимо. Прежде чем вы все это будете делать, вы должны знать, что вам необходимо будет скачать прошивку, которая на данный момент, это MIUI 11, Android 10, весит на порядок около 3 гигабайтов. Все ссылки, в принципе, я вам предоставлю. Официальные сайты вот они. Глобальная прошивка, это вот она стабильная. На MI 9, например, русская Russia у нас с вами идет MIUI Official Team, версия 11.0.4.0, QFA.RU.XM MIUI 10. Размер 2,3 гига. Ну, где-то 2,5 приблизительно. Затем следующее, то, что нам с вами понадобится. Вот вы все это, значит, скачиваете. Нам с вами нужно скачать полную. То есть, не для обновления. Кстати говоря, это, скорее всего, даже не полная прошивка. То есть, это может быть по обновлению, по рекавери. Нам с вами нужна через фастбут. А фастбут, друзья мои, родные, дорогие, сейчас я вам покажу кое-что. По фастбуту, для установки по фастбуту, она у нас с вами весит побольше. Я ее где-то загрузил. Сейчас давайте-ка мы теперь ее сейчас поищем вместе с вами. Она у меня была загруженная. Не то я открыл. Нам нужно было загрузки с вами открыть. Так, давайте посмотрим загрузки. Вот она у нас с вами была. Я скачивал ее, значит, с сайта 4.4.pda. Chepius.ru Global Images. Вот она. Глобальная. То есть, на 3,5 гига она весит. После этого, когда вы ее скачали, нам с вами необходимо... Ее распаковывать не надо. То есть, все это... Значит, этот файл, это нужно будет все, скорее всего, сейчас заливать нам в программу. Это дальше мы с вами по ходу дела узнаем. Мы открываем с вами, значит, сайт Меуи для разблокировки. Он называется Mi Unlock приложение. Разблокировать сейчас называем. Оно наполовину кое-как все это перевелось. Да, он моет Mi Unlock. Как разблокировать? Вот оно, собственно. Вот видите, Fastboot нарисован. Все как положено, значит. Нажимаем загрузка. Здесь сложного ничего нет. На русском языке, я думаю, нет нужды что-то искать. Лучше скачайте с официального сайта, хоть и на английском языке. Также нам с вами еще кое-какое одно приложение может понадобиться. Ожидаем скачивания и продолжаем. Повторяюсь, мои дорогие друзья. Мы производим с вами не обновление прошивки, а полную, внимание, полную перепрошивку устройства. Нам нужно не Recovery, а Fastboot, который весит 3,5 гигабайта. Мы с Global ставим русскую версию. С Global на русскую. Это не обновление прошивки. То есть, нам не подойдет для Recovery. Версия. Нам нужна именно полная. То есть, 3,5 гига. Не 2 с чем-то. Не 2,5, а 3,5. Это очень важно. На тот момент, пока сейчас у нас с вами все загружается, давайте с вами скачаем еще какое-кое одно приложение. Оно нам с вами также понадобится. Это Xiaomi Mi Flash Tool. Мы его также скачаем. Что-то по ходу перегрузка у них какая-то на серверах. По ходу сейчас почему-то все, видимо, решили делать перепрошивку гаджетов в такой неподходящий момент. Собственно, вот она, последняя версия. Мы ее скачиваем 2018 года. Что-то по ходу там жесть какая-то реально происходит, что что-то файл как-то не идет. Вот 20 килобайт в секунду как-то, но не ахти, конечно, загрузка, скорость. Ну что, будем ждать, друзья мои. Тогда, так как это все маленьких объемов занимает, я попробую себе на все это на облако залить, потому что видите, что у них происходит. Залью к себе тогда все это на облако, на всякий случай. А прошивку тогда скачиваете уже с официального сайта. И пока что по ходу дела хотел бы вам сказать, возможно, многих интересует вопрос, а зачем столько сложностей? Конечно же, из вас кто-то спросит. Друзья мои, для повышения мер безопасности, разумеется, и кражи возможностей воровства вашего устройства обеспечена подобная система безопасности, дабы предостеречь возможность от кражи. То есть, дабы, например, вы могли обнаружить свое устройство с официального сайта Xiaomi, получить к нему, ну, частично, скажем так, доступ в плане того, чтобы его, например, заблокировать. Узнать, где оно находится, потому что местоположение, геолокация, очень много датчиков встроено в смартфон, что позволяет определить местоположение просто вплоть до, ну, я не знаю, наверное, до метра дальности. И по этой причине вы сможете легко и просто определить, где находится, к примеру, злоумышленник, который, возможно, совершил воровство. И по этому адресу, хотя я уже сколько наслышан ситуации, никто ничего не ищет, и никому это ничего не надо. То есть, никто не занимается, к сожалению, вот такими вот мелкими кражами. Но в зависимости, наверное, от того, сколько стоит телефон, да, ну, при этом смартфон стоит, вот у него от 25, в среднем цена до 35 тысяч. Но можно счесть как воровство, как бы, ну, довольно крупное воровство причем. Ну что же, давайте ожидаем, друзья мои. Очень долго приходится ждать все это дело, но нам нужно дождаться, нужно вытерпеть это все, дабы приступить к нашему важному мероприятию. Также, пока все-таки у нас все это с вами загружается, не забывайте делать не менее важную процедуру, друзья мои. Это в случае вдруг какой-то ошибки, нажимайте раздел о телефоне, обновление, и там отчеты об ошибках, отправляйте каждый отчет в Xiaomi. Они все это проверяют, и это все будет фикситься. То есть, если вдруг у вас что-то происходит, какие-то сбои системные, или что-то подобное прочее, всегда не забывайте отправлять об этом отчеты в Xiaomi. Нажимайте отправить ошибкой и выбирайте, что у вас произошло, дабы Xiaomi могли какую-то проблему эту потом решить, пофиксить и исправить. Потому что вы, скорее всего, не один человек, у кого это возникает, и я, скорее всего, тоже не один человек, у которого это появляется. И поэтому, дабы помочь другим также людям, рекомендую вот так поступать и не игнорировать подобные проблемы и казусы. Продавец, кстати, я не знаю, так прослушал мое сообщение за три часа или нет, и дал ли я ему какой-то ответ или нет, я тоже не проверял. Ну, хорошо, значит, обойдемся без него. Что нам еще поделать? Вот, даже скорость выше стала. Мне так кажется, что сейчас вообще на фоне этого коронавируса все вот, что сервак настолько перегружен, что все почему-то решили, по всей видимости, менять прошивки. Причем, почему с официального сайта, я не понимаю, такая задержка происходит большая. До нереальной степени. Прошло пять лет. Да, быть того, не может. Наконец-таки все у нас с вами загрузилось. Так, ну ладно, Mi Flash Unlock, значит, приступаем. Давайте мы его откроем. Ох. Ага. Так, ладно, все понятно. Правая кнопка мыши по нему в архиве. Нажимаем, если у вас 7-zip, там, либо любой архиватор, мы нажимаем распаковать. Ну, в то же самое название папки пусть будет. Да, она все убежала. Вот, Mi Flash Unlock. Теперь нам с вами нужно, ну, если у вас не установлен драйвер на устройство, то нажимайте драйвер install, в зависимости от вашей архитектуры. Система, например, 64-бит или 32. Если драйвера у вас нет. Как я понимаю, скорее всего, это fastboot драйвера, встроенные в него. Затем мы открываем Mi Flash Unlock. Да, имею USB даже драйвер, видите, что есть. Так, значит, смотрите, у нас, значит, появляется дисклеймер, то есть это нас предупреждают. Check the button to install the drive. Надо это проверить. Правильно я понимаю? Connecting your device again. Затем? Зачем? Зачем? У меня... Подключите ваше устройство снова. Ладно? Installin Drivers. Ну, это на всякий случай. Все, перестраховались. Все проверили. Версия. Нет, 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 нет. Нет, я только что загрузил. Нет, это потом. Это я для вас, друзья, уже выложу. Это более новая версия. Я не буду ее загружать. Называем, в общем, игры. Значит, здесь у нас с вами запрашивают ми-аккаунт, который у нас с вами в нашем смартфоне. Аккаунт, то есть тот, в который мы с вами заходили. Ну, то есть, соответственно, ввожу mail, либо же номер телефона, либо же ID-шник, ми-аккаунт, ну и, соответственно, пароль. Входим. Загрузка. Проверяем. Checking is my account has permission. О, видал, что появляется? Attention. Значит, смотрите. Checking device status unlock will erase user data. Значит, у нас здесь с вами предупреждение, что мы потеряем все данные. То есть, вы сделали уже, значит, бэкап. Если вы собираетесь делать это, сохраните все прежде данные. А у меня там есть какие-то данные? Мне-то кажется, что у меня нету, потому что у меня все в облако улетело. У меня все улетело в облако. Это Google Photo. И в облако улетело ксиомевское все. Все программы, все это должно будет восстановиться. Тема, настройки все должно быть поставиться по новой. Нажимаем unlock. Нас еще раз предупреждают и говорят, что будьте внимательны. У вас все слетит с мобилы. Мы нажимаем unlock any way. То есть, продолжить в любом случае, что все улетит с телефона. Все улетит. И еще раз нас предупреждают. Да, нас еще раз предупреждают. Уже получается, по сути, третий раз о том, что все будет удалено. Это на случай, если вдруг кто-то случайно нажал раз и нажал два. Это третье, что называется, как оно правильно, китайское предупреждение. Собственно, от китайцев же у нас к Xiaomi. Вот это третье китайское предупреждение. И нажимаем. Сейчас идут проценты. Кстати, кто-то говорил, что ожидание может продлиться вплоть до нескольких дней. Verifying data. А, подтверждение девайса. Подтверждение устройства. Оп. Валя. Тарам. Ребут фон. Кто-то писал, что, возможно, ждать придется, кстати, реально, несколько сотен часов. У меня вроде все нормально. Ребут нули, ребята, мобильник. Ожидаем. Ожидаем полной загрузки. У нас с вами должен будет быть сейчас полностью разблокированный бутлойдер. И мы сейчас с вами должны будем... Вот, Unlocked. Видишь, появился значок. Смотри, Unlocked. Видишь? Снизу-внизу. Вот. И замочек у нас с вами открытый. Что означает разблокирован? В принципе, так на огромном количестве девайсов, чтобы было понимание, все устройства у них вот так вот, когда разблокирован, там какой-то замочек нарисован снизу-внизу. К Xiaomi они эту функцию, конечно, ну, намного в разы упростили, чем, например, это было на прежних андроидах, когда это приходилось делать вообще через какие-то левые программы, а не через официальные. Здесь официальные приложения, то есть, Unlocked и Fastboot специальные, ксиомевские, то есть, все приложения официально от самого разработчика. То есть, разработчики сами предлагают эти функции делать людям, дабы лишний раз вирусов каких-то не подохватать от каких-то левосторонних программоделов, скажем так. Ожидаем. Что нас с вами ожидает дальше? Сейчас у нас с вами произойдет загрузка, а до этого мы пока что в момент давайте с вами разберемся со следующей программой. Теперь пока что мы с вами эту программку, наверное, свернем и разберемся со следующей программой. Следующая программа у нас с вами идет под названием... Не очистил я папку, простите. Да, я понимаю, что я неправильно поступил. Mi Flash. Вот она у нас с вами будет. Мы нажимаем правую кнопку мыши, проделываем... О, just a sec. Здорово. Так. Active this device. Device is... Is looked. This device is associated with an existing Mi account. For security reasons, you need to enter password to verify the device. Ага. Мне пока что ничего не предупреждали, не говорили в инструкции. Там не написано, что нужно что-то делать с ним дальше, поэтому пока что, пожалуй, я оставлю его в таком состоянии. Пусть он лежит подключен к USB-шке. Не будем его трогать. Распаковать Mi Flash 2018-11-15. Ну, то есть мы в эту же самую папку. Запрашивать пароль. На официальном сайте пароль есть, не волнуйтесь. Но я его уберу, у вас его не будет запрашивать оно. Пароль на сроков. XiaomiFlash.com. Все, нажимаем O. Распаковывается все это дело, и мы с вами запускаем это все повторно. Вот оно, Mi Flash. Теперь открываем. Затем нам нужно с вами Xiaomi Mi Flash. Собственно, так он и называется. XS-ник с картиночкой. Один-единственный, кстати, с картиночкой. В отличие от того, что там у нас с вами другое нам предлагается. Так, Google драйвер Android WinFeed. Так, please install драйвер. Ага, это все должно, это самое, будет установиться. Не обрабатываем исключение приложения. Приложение будет продолжить. Ну, продолжить, пусть будет игнорировать ошибку. Ладно. Но я надеюсь искренне, что у нас с вами все это есть. А NVIDIA USB нам зачем драйвер вообще? Для меня это является чем-то непонятным. Ну, ладно, мы ожидаем. У нас с вами должно будет сейчас все это установиться. Потому что, и что, получается, если сейчас это не заработает, я напрасно, получается, все это делал, что ли? Вы что, серьезно? Ну, он типа напишал же мне там сейчас ошибку с крестом, с красным. Я нажал, продолжить. Ожидаем. Как я понимаю, здесь пока что мы можем выбрать, наверное, прошивочки. Которые мы хотим. А, я могу закрыть даже, наверное, эту программу. Так. Нам с вами здесь нужно теперь кое-что добавить. Так, друзья мои, нам надо еще раз его выключить вновь. И в режим Fast Boot его вновь перевести. Выключаем смартфон наш, удерживая кнопку выключения. И вновь его в Fast Boot. Переводим. Это клавиша включения вниз. И клавиша звука вниз. Уменьшение громкости. И включение. Так, теперь нам необходимо, как я понял, нажать Flash. Но когда я нажимаю Flash, почему-то у меня необрабатываемое исключение в приложении написано. То есть, получается, что оно не может заработать у меня... Здорово. Не, ну вы что, прикалываетесь надо мной? Не-не-не-не, ребята. Давайте мы избежим таких... Эээ... Юморесок. Это же не смешно. Я не могу открыть некоторые функции. Попал. Это весело. Однако. Подождите, ребята. Нам нужно с вами другой было Flash Tool скачать к Xiaomi. Ничего я не понимаю. 2019-й надо было скачать. 2019-й... 2019-й, 12.06-й. Вот он, он более новый. Вот оно что, друзья мои. А мы с вами не то скачали, оказывается. Представляете? Ну что ж, давайте посмотрим. Я постараюсь для вас все это организовать, друзья. Я прошу прощения, что происходят такие очень неприятные казусы. Мне от них, честно, тоже, я вам скажу, не тепло. Очень при чем. От того, что происходит. Поэтому мы сейчас вновь с вами еще раз скачиваем другое, как я понимаю, наверное. И вновь его распаковываем. Потому что, если я правильно понял, здесь у нас с вами даже другая, получается, версия. Это Flash Tool 2018-й был, друзья. А это будет 2019-й. Вот оно что. Последняя версия, то есть нам с вами необходима. Потому что она, видимо, не видится, либо там какие-то глюки, сбои и что-то еще происходит в этой программе непонятной, которую мы с вами скачали. Видимо, может быть, архив не догрузился или еще чего. Не знаю, что там с ним может быть. Честно. Я думаю, мы с официального сайта его качали. В любом случае, если вдруг здесь какие-то будут проблемы, и у нас с вами антивирус, он запищит. Переживать по этому поводу даже вам не стоит. Так, вот, Mi Flash 2019. Значит, мы его распаковываем. Теперь попытка номер два у нас с вами идет. Ситуация, видите, какая неприятная. Все, распаковали. Готово. Значит, запускаем. Нам написано было, что его необходимо установить. Вопрос теперь в том, как мы его будем устанавливать вообще. Mi Flash 2019. Вот он. Его можно ли вообще вопрос установить? Я почему-то подозреваю, что его нельзя установить. Так, но он мне открыл все то же самое, что у меня уже было до этого. Только на этот раз он уже ошибку не выдал, наконец-таки. О! Что-то по епошке там это самое мне написали. Фермвер. Видишь, какой-то фермврайт. Тут даже написали какую-то другую штучку добавили. Нормально. Ну, это мне больше нравится, где без ошибок-то. Рефреш. Нажимаем. Должен добавиться здесь у нас с вами девайс список. Происходит обновление. E, A, 6, E, 152. Короче, что-то он тут добавился. Не знаю. Селект. Тип, по всей видимости. Если я понимаю, нам с вами нужно добавить тот самый... Ту самую прошивку сюда в селект, которую мы с вами скачали. Так, друзья, мои страсти накаляются. Следующая ситуация у нас с вами связана с тем, что нам нужно с вами распаковать нашу прошивку. Как я понимаю, лучше это сделать реально просто. Знаете, как сделаем? Смотрите, берем, значит, вырезаем ее и ставим, значит, в корень диска C. Вот сюда. Значит, смотрите, что делаем. Для перемещения нужно обладать правами администратора. Ну, конечно, вы что, ребята? Все-таки мой комп, я думал, по крайней мере, до этого момента. Правая кнопка мыши, значит, нажимаем. Также ее распаковываем. Ну, с таким же названием пусть будет папка. Распаковать вот так вот мы ее назовем. Она у нас с вами распаковывается. Смотрите. Значит, теперь, пока это сейчас быстренько происходит распаковочка, мы с вами открываем приложение. И выбираем Select. Что мы выбираем в Select? В Select мы выбираем ту самую нашу прошивку, которую мы скачали. Повторяюсь, прошивка должна быть Fast Boot. Прошивка Fast Boot более 3 гигабайт. Весит MIUI 11. Не Recovery прошивка, а Fast Boot. Открываем, значит, компьютер, диск C. Выбираем папку. Все, нажимаем ОК. Корень папки нажимаем. Cold Fire Flash Script. Он пишет, мне не можешь найти скрипт. Видишь, что происходит? Я нажал Flash. Ой, error. Потому что что-то мы не сделали не то. Filed Flash All Lock. Батник. Так, значит, здесь мы ставим пока что галочку Clean All End Lock. То есть, для того, чтобы очистить все данные и, значит, заблокировать загрузчик. То есть, после установки прошивки сразу же устанавливается прошивка. После этого автоматически заблокируется наш с вами bootloader. Ну, то есть, все в автоматическом режиме, что произошло. Чтобы вручную все это не пришлось потом блокировать. Ох, друзья мои, ребятушки. Давайте еще раз посмотрим, что он мне написал. Он cannot found file Flash All End Lock. Батник. Он не смог найти батник, который... Значит, все это перенесет и заблокирует загрузчик. Да, друзья мои, знаете, почему не получилось? А вы не поверите, почему не получилось. А потому что не ту прошивку мы с вами переносили. То есть, через этот fastboot меню recovery прошивку на 2,5 гига вам не получится установить. Как бы вы ни попытались, поэтому программа и не сработала. Это мы с вами удаляем. Поэтому будет другой файл, не вот этот. То есть, мы сейчас с вами все это проверили. И recovery прошивка не сработала. То есть, должна быть прошивка для fastboot меню. А я думаю, что-то не то происходит. Она у нас с вами будет вот в таком вот архиве. Chepios.ru Global Images. Формат должен быть в конце не zip, а tgz. Вот такой tgz формат. Вот, как правило, в tgz вот такие вот стоковые ромовые прошивки идут. Значит, мы переносим этот tgz, потом открываем его через 7zip. Также нет, лучше мы его просто сразу нажмем распаковать. Лишний раз не будем его тыркать-пыркать. Поэтому я смотрю, не понимаю. Он говорит, не может найти этот файл. Поэтому вот что это за файл, друзья мои. Системный оказался. Представляете, не то мы переносили. Вот сейчас бы наделали бы делов с вами. И это правильно сделано, что здесь такая стоит блокировка. Потому что обновление, прошивка для recovery меню, она имеет, как я понял, основу обновления какого-то. То есть как это обновление, а не полноценная прошивка. То есть обновление до версии с какой-то там, например, с начальной. А тут ситуация иная. Здесь полная вся прошивка. То есть мы с вами видим 3,5 гигабайта. Ой, терабайта. Гигабайта, правильно. Терабайта, если бы была на 3,5 гигабайта. На 3,5 терабайта прошивка у меня бы не поместилась на 128 гигабайт. Это однозначно. Я уж не знаю, что это за система такая должна быть, которая бы 3,5 терабайта весила. Дожидаемся с вами процесса. Я прошу прощения за очень долгое, вот это вот муторное, возможно, какое-то объяснение. Что-то все зависло. Сейчас будем надеяться, что у меня не зависла программа. Потому что если зависла прога, то это будет все. Это крах. В всей системе экономики. Нет, все в порядке. Программа работает. Все, у нас с вами все работает. Хорошо, запись идет дальше. Друзья мои, ну что же. Ну что же, вот она, вот она, вот она. Тар. Теперь у нас с вами дальше идет файл Тар под названием. Что это такое? Нет, мне что-то это самое. Слушайте, архив в архиве. И архивом погоняет. Мне такое делать не надо. Похоже, надо было вот эту шнягу сюда распаковать. Я ничего не понимаю. Давай еще раз попробуем. Он, короче, в два архива запихнул. Ты представляешь? Шесть половиной гигов весит система. Шесть половиной. Windows 7 просто отдыхает. Это ж сколько надо было в систему в эту засунуть, чтобы она шесть половиной гигов весила. Вообще, батюшки мои. Ладно, друзья, простите, это все лишь эмоции. Давайте нажмем с вами еще раз select и попробуем выбрать этот файл. Если он не сработает, но очевидно, его надо просто будет разархивировать. И все. Файл С. Чепиус Ру Глобал Имейджес. Вот она. Мы нажимаем на нее. Окей. Код файл, файл скрипт. Все. Он не может найти файл скриптовый. Значит, мы с вами папку в папке распаковываем. Теперь мы еще раз делаем распаковку. Сейчас вдруг подвиснет запись. Я прошу прощения. Заранее у вас извиняюсь. Если вдруг запись моя подвиснет. Так. 7 zip выбираем. И нажимаем распаковать его. Значит, вот в это вот название. Чепиус. Ну, то есть дальше вот она идет. Еще один. Короче, еще один архив в архиве. Архив в архиве. И вот он. 6,3 гигабайта занимает у нас с вами. В разжатом формате. Это просто. Ну, это нечто, друзья мои. У меня даже слов нету. Вообще. Ну, классно. Очень интересно, конечно, этот процесс, который в данный момент происходит. Который мы с вами производим. Прежде всего, чтобы это дало толк, друзья. То есть, понимаете, чтобы это не было напрасно. Очень важно, чтобы у нас с вами система потом работала без глюков, сбоев и всего подобного. Потому что, ну, я сомневаюсь, что мне уже человек этот вернет деньги за смартфон. Более того, что я уже из другого смартфона все полностью сбросил. Подготовил его к тому, чтобы мне его возвращать обратно. И, ну, разумеется, будем надеяться, что это какой-то толк даст. Если это не даст никакого толка, лично я буду подозревать просто, что это какие-то сбои, недоработки в самой вот этой MIUI. Чтобы Xiaomi все-таки занималась доработкой своей вот этой вот системы, которая, как я понял, они даже поверх андроида поставили. Представляете, андроид десятый, а MIUI уже одиннадцатый сделали. Сколько они всего там понапихали, посоздавали вообще. Сколько всего. Чистый андроид, чистый андроид вообще должен весить, ну, по-нормальному. Ну, ладно там, ладно гиг, ладно два, ладно три. Я, ну, это смотрел, да, смотрел. Не хотел никакого матного слова сказать, простите, немножко заговариваюсь. Не подумайте. И шесть с половиной гигов. Ладно, андроид полтора. Все остальное, представляете, вот это вот все. Четыре гига занимает только лишь это-то MIUI. Одиннадцатая. Что будет дальше? Что будет пятнадцатый MIUI, когда дойдет? Двадцатый MIUI, когда будет? Что это такое будет? Куда? Двадцать гигов будет система весить? Двадцать пять? Тридцать? Вы серьезно? Ладно, все, мы распаковали, запускаем еще раз. Select нажимаем. Теперь, значит, Чепиус раз. И, значит, короче, Чепиус и Чепиус два. Вот она, папка в папке. Вот она идет у нас с вами. Первая папка, которую мы распаковали. Вторая папка идет. И вот мы так вот ее выбираем. Ага, не может найти скрипт. Давайте еще раз, значит, если он не может найти скрипт. Чепиус, Чепиус, еще раз Чепиус. Короче, третий Чепиус в папке. Раз папка, два папка и три папка. Папка в папке. Так. Теперь он нам ничего не говорит. я нажимаю, наверное, рефреш. Нет, я рефреш не буду нажимать. Я оставлю, как оно есть. Значит, смотрите. Раз папка. Два папка. Вот оно. Все. Первая, вторая, третья. Вот. И в папке вот они находятся, все эти наши файлы, которые нам нужны для прошивки. Та-дам, друзья мои. Ну что ж, процесс пошел. Нажимаем флеш. Пошло-поехало. Давайте проверять. Так, заглючила программа. Я уже понимаю. Start Flash. Он пишет. Finished. Это как это? Finished. Error. Error. Кант. Лоид. Чепиус. Глобал. А почему? Слушайте, это не смешная шутка. Если вы так надо мной хотите поюморить, то сегодня не самое лучшее время, то что вы решили выбрать. Flash All. Lock. But. Clean All and Lock. Правильно я все выбрал. Ну, а в чем проблема? Не пойму. Рефреш давайте обновим. Может быть, что с телефоном случилось? Нет, все верно. Все с ним хорошо. Ну, вопрос, почему тогда ошибка возникает? Не понимаю я ничего. Друзья мои. Ой-ой-ой. Target. Вот он нажимает. Он выбрал уже цель, но он пишет, что не может загрузить. Что-то он не может загрузить. Надо проверять. Давайте прокручивать дальше. Смотреть, что он там не может загрузить. Видите, вот ошибка на ошибке. И мы сейчас с вами вместе эти ошибки будем устранять. Все. Он не может, короче, загрузить ее. Давайте думать. Я буду искать дальше причину. Не знаю, что с ней делать. Давайте попробуем прям папку забить, что ли. С имейджа с вот этим вот, может быть. Code. Find. Flash. Scriptor. Да, он не может скрипт найти просто в этой папке. Вот. Ну, давайте попробуем тогда Clean All. Самое главное написано было в инструкции. Не выбирайте ни в коем случае Save User Data. Либо Clean All, либо Clean All and Lock. Давайте попробуем ее нажать. Ну, то есть, вот он пишет просто Error, Error. Cannot Loid. То есть, не может загрузить. Хотя, казалось бы, у нас вроде бы все нормально. То есть, и дрова мы все поставили, все у нас хорошо. Может быть, от имени администратора надо было попробовать запустить? Я не знаю, что надо было попробовать сделать. А может быть, на нем вообще не... Ой-ой-ой. Ну, хоть так. Не, я вообще ничего не понимаю, что здесь написано. Слушайте, может быть, мы прошивку не ту загрузили? Что, у меня заново другую скачать? Давайте попробуем другую. Слушайте, подберем, может быть, другую надо просто загрузить. Не знаю. В общем, это жесть. У меня просто целая куча эмоций. В общем, здесь, друзья мои, нам необходимо для того, чтобы перейти, можно было с глобальной версии на русскую. Вообще, я нашел инструкцию, как перейти с русской, вроде как, на глобальную, наоборот. Нам необходимо к Xiaomi Tool версия 2 скачать. То есть, это вот я тоже, наверное, в архив его к вам специально закину, предоставлю, чтобы вы могли его поставить. То есть, нам необходимо будет сейчас все делать через немножечко другую программу, как я понимаю. Наверное, она будет чуть по-другому выглядеть. Не знаю, честно, официальная она или неофициальная. Будем надеяться, что, конечно же, никаких проблем по пути у нас с вами не возникнет и не появится. Но, в принципе, я сайту 4PDA доверяю и думаю, что там, ну, глажу никакую делать не будут. И все у нас с вами пойдет хорошо. Давайте установим программу тогда. Xiaomi Tool версия 2. Написано, что она, по-моему, альфа, если я не ошибаюсь. Так. Вот так вот ее устанавливаем. Все это происходит довольно быстро. Давайте откроем. Разрешить доступ. Так. This tool computer software developed by a random guy. And not by Xiaomi. А, ну, написано, нас предупреждают, что эта, типа, программа была создана не разработчиками от Xiaomi, а другими людьми. То есть, то, что вы делаете, если вы делаете у нас твой страх и риск, все понятно. Все ясно. Окей. Russia. Я хочу использовать... Да, в России. Вот. Есть еще версия для Индии, кстати, кто не знал. Я убираю Russian. Installin driver. А, вот устанавливаются драйвера. В принципе, все, что происходит, происходит по факту все то же самое. Только, то есть, это разработано все другими. Я хочу, вот это мой выбор, типа, что у меня все с девайсом нормально. То есть, у меня не раскирпичивание устройства, а просто я хочу сделать, вот, скажем так, свою жизнь лучше и, наконец-таки, перейти с глобальной версии на русскую. Мак. Он обнаруживает подключенное устройство у нас с вами. Вот. Он у нас с вами увидел. Кода name неизвестна, бренд неизвестна, модель неизвестна. Интересно. Ну, ладно. Окей. Search started. Waiting for using debugging connection. Searching again. Нажимаем. Ага. Окей. Searching again. По всей видимости, он никакой не дает о себе информации почему-то. А может быть, потому что я не включил режим отладки. Потому что, по всей видимости, как я понимаю, наверное, надо было включать режим отладки, ребята. Download directory. Так, TMP, TPM. Send feedback. Давайте думать. Интересно. А что надо выбрать? Я вот нажал серик, ничего не происходит. Интересно, ребята. Еще все? Хм. Давайте попробуем download directory. Extraction. Extraction, наверное, куда это будет вывод происходить. Попробуем ее открыть, эту прошивочку. Сюда вот. И вот это тоже сюда выберем. С нашей прошивкой. Интересно. Как интересно, друзья мои. Давайте еще раз проверим. Ну, вот все-таки обратно. Не флэш. 2019-12-6-0. Попробуем еще раз флэш. М-м. То же самое не дает нам ничего все равно. Да, беда. Кажется, друзья мои, я кое-что догнал. Очень-очень неприятное кое-что. Знаете что? Нам никто не сказал, что мне стоило учесть самую первую очередь. Это то, что нужно было включить отладку нашего смартфона. То, чего я не сделал. И по всей видимости, теперь он мне будет автоматически его в режим фастбута включать. Если я правильно понимаю. Нам этого не сказали. То, что стоило сделать изначально. Я буду надеяться, что у меня ничего не слетело с моего смартфона. А по всей видимости, все слетело. Как я понимаю, наверное, теперь прошивку придется устанавливать мне целиком и полностью заново. Потому что он у меня теперь дальше фастбуту просто режима не входит. Хотя я... Не знаю, что теперь делать. Все, он автоматически его включает в этот режим фастбута. И из него теперь выйти мне просто не получается. То есть я не могу... Мне изначально надо было войти, видимо, в аккаунт. Потому что в инструкции, которые я читал, я там ничего этого подобного не увидел. Нужно было, по всей видимости, обязательно включить режим отладки. То есть то теперь смотрите, что мы делаем. Мы теперь его пытаемся выключить. Включить. И он просто никакой информации не дает. То есть мы его выключаем. И сейчас он автоматически включится. И опять он включается в режим фастбута. Я нажимаю, например, рефреш. Обновляю. Информацию. И получается, что я не могу на него, короче, ничего загрузить. Теперь хороший, наверное, будет вопрос. А что же сделать? Давайте думать дальше. Что же нам теперь делать, друзья мои? Походу мы превратили наше устройство в кирпич. Просто. Ох, друзья. Надо было поступить проще. Надо было скачать miui rom-flashintool. Я не обратил внимания. Здесь, короче, есть local update, а есть фастбут update на официальном сайте. И я, короче, с других сайтов просто начал всю эту информацию искать. И получается, смотрите, надо было зайти сюда. Значит, нам переживать сейчас с вами в любом случае не стоит. Stable version fastboot file. Вот оно. Мы ставим ее. Вот есть для разработчиков. Есть стабильная, глобальная, европейская. И мы ставим Russian. Вот поставим русскую. Вот она, mi9. Latest. Latest Russian версия. Значит, теперь нам с вами нужно. Мы с вами, ну, наверное, все по новой скачаем. А, это с официального сайта я уже изначально все это скачивал. Она у нас с вами загружена. То есть у нас с вами все распаковано. Переживать не стоит. Просто поставим вторую программку. Я думаю, что, надеюсь, благодаря которой, может быть, это и мы сможем разобраться с этой проблемой. Значит, следующее. Смотрите, что нам говорят. У нас с вами все уже разблокировано. В любом случае, мы с вами уже все разблокировали. У нас с вами все разблокировано. Далее, значит, выключить устройство. Ну, fastboot, он у нас с вами уже fastboot, но и в Африке fastboot. У нас с вами он уже все пишет. Архиватор, загруженный файл, прошивки. Скопировать его к папке с файлами прошивки. На компьютер. К файлу какому? У меня и так все уже распаковано. Так. Хорошо. Думаем дальше. Кстати говоря, то же самое совершенно, только это вообще версия 2017 года. Мне вот интересно, заработает ли она. Может быть, это и получится сделать. Давайте попробуем ей. Вот она. Официальная программа 2017 года. Только вы представляете, мифлэш 2017. 2017, друзья мои, года. Эти были все 2019. Давайте проверять ею. В принципе, как бы, ну, у нас уже попытка, не пытка. Что у нас здесь с вами осталось? Я не знаю, сколько можно мучиться. Я надеюсь, что все-таки мы с вами все это доделаем. Но он нам выдает ошибку. То есть, вот, то, что было изначально, вот он делает то же самое сейчас совершенно мне. То есть, он выдает ошибку. Это приложение, оно не хочет даже. Вот видишь, что делает? Написано, что файл должен содержать меньше знаков. Какой вопрос? Наверное, тот, который мы сейчас поставили, как я понимаю. Архивный слишком много занимает. Не, ну это трэш. Вот так. Вот, то есть, мы смотрим, вот, путь файла слишком длинный. Давайте сократим его название. Сделаем попроще. Все это дело, потому что я прекрасно понимаю их негодование. Я прекрасно понимаю, как бы, о чем речь идет. Поэтому я просто все это сделаю и перенесу просто вот сюда. Все. Сделаем попроще. Ну, давайте проверять. Потому что уже просто, ну, нигде не было написано о дебаггинге. Вот в том, чтобы мы его выводили, вот в этот вот режим делали. Давайте еще раз. Нажимаем рефреш, он обнаруживает наше устройство. Это самое важное. Это прежде всего. Я и так все делал по инструкции. Строго все как подобает. Значит, нажимаем дальше. Значит, мой компьютер диск С. К Xiaomi. Нет, не то. Куда ты собрался? Так. Который файл был позднее создан. Вот он. Все. На него. Все. Здесь у нас намного меньше. Видите, файлов получилось. Давайте флеш. О. Ха-ха. Та-дам, ребята. Вот и все. Надо было вставить программу 2017 года с официального сайта. Представляете, как можно было сократить ваше время? Простите, что я растянул все это на 40 минут. Я искренне надеюсь, что никто там меня, надеюсь, не осудил, не проклял, потому что я понимаю, что тяжело, друзья мои. У меня тоже появился стресс. У меня появился страх, появилось волнение. Думаю, походу мы сделали с вами кирпич. Но нет, не тут-то было. Все будет намного проще. Я вам скину версию этой программы, ссылку. И все, друзья мои. Будет всего лишь у вас два файла, и третий это будет прошивка. То есть все делается легко и просто. Программу даже не надо было обновлять. Надо было Mi Flash 2017 запустить. И все. Все заработало. Я не могу в это, конечно, поверить. Но, слава богу, все, что происходит, как говорят, все, что не делается, все содействует нам ко благу. Это послание к римлянам, друзья мои, поэтому призванным по Божьему изволению, по крайней мере. То есть это не в плане того, что если человек согрешает, то ему все содействует ко благу. Хотя бог даже и грехи наши способен извернуть, скажем так, во благо. Ну, то есть чтобы человек раскаялся, понял, что он неправильно поступал, разумеется. Ну что же, мы с вами ожидаем, наверное, полную загрузку. Я боялся и вправду боялся, что не надо было, значит, включить этот дебаггинг. То есть все правильно, все то, что вы делали, следовали по инструкции, как положено. Я надеюсь, что я никого не напугал лишний раз своими какими-то волнениями. Потому что у нас с вами даже больше часа, наверное, вышло, ну, сравнительно с тем, что видео идет 40 минут. По факту я больше часа всем этим возился. И, правда, все это вызвало и во мне страх. То есть я тоже немножечко перепугался, честно скажу вам. Самое главное, чтобы сейчас телефон не слетел. Самое главное, чтобы сейчас случайно вдруг не вырубилось, например, там электричество и что-то прочее не произошло. То есть все, что с вами нужно, это просто ожидать. Теперь у нас с вами переносятся все наши файлы. Clean all and lock. Мы с вами все правильно выбрали. И надо было использовать, повторюсь, программу не 2019 года, а 2017. То есть официального сайта, которое нам с вами предлагалось. Инструкция там вся написана, все указано. Мы с вами сейчас ставим русскую. Да? Да-да-да-да-да-да, русскую. Русскую. Я надеюсь, что она русская, что она не глобал, потому что я скачивал именно русскую. Мне нужна была именно ru-версия. Да, у меня другой и не было. Вот она. Ru она идет, правильно. Вот, видите, ru. Мы с вами ставим русскую с глобальной на русскую переносим. Так что, друзья мои, слишком я много все это растянул. Я прошу прощения, пожалуйста, вот, искренне перед вами раскаиваюсь за то, что столь долгие были размышления. Но я надеюсь, кто-то из вас до конца досмотрел все-таки и разобрался, как это сделать вкратце. Я инструкцию предоставлю. Думаю, что в описании где-нибудь подпишу обязательно. Либо вы можете также в комментариях написать, кому не жалко своего времени, и как это сделать все вкратце, дабы люди не напрягались и не смотрели столь долгое видео. Потому что, правда, пришлось повозиться. И, ну, времени немало. В общем, давайте ожидаем тогда окончания прогресса, когда все это перенесется до конца. И тогда будем с вами уже смотреть, что и как дальше нас с вами ждет. Так, E-lapse у нас с вами практически уже 400 секунд. То есть, на порядок где-то вот времени у нас с вами довольно много приходится ждать. Но это нужно, друзья. Мы с вами понимаем прекрасно, что 6,5 гигов, конечно же, ну, так просто и быстро не перенесутся. Поэтому нужно просто подождать нам дальше. То есть, мы с вами видим также, что эта программа, она намного проще, чем те, которые мы с вами загружали до этого. Там было целый ряд перечень совершенно ненужных, я считаю, функций, которые, ну, вот, саксы, смотрите, раз, экран погас. Все. Мы с вами полностью все загрузили. Теперь также было написано, что, ну, вот, смартофон у нас с вами производит загрузку. И сейчас у нас с вами должно будет быть все заработать. Автоматически также должен будет быть, скорее всего, заблокирован блокировщик. Вот этот загрузчик, мы видим с вами, замочек исчез. Сейчас значит, что он, скорее всего, заблокировался сам. И, возможно, загрузка была написана первый раз, смартфона может занять до 15 минут. Ну, то есть, то, что будет, может быть, долгий процесс загрузки, ну, вполне может быть. То есть, я поставил именно русскую версию. Почему? Понимаю, что на глобальной версии часть функций просто была недоступна, я повторюсь. Также, кстати, баги, сбои, оказывается, не только у меня есть с уведомлениями, когда вот часть уведомлений есть, какие-то части пропадают, часть появляются, часть вот то, что вот они не всегда есть. Например, вот здесь вот они отображены в строке состояния, открывая шторку, их нет. Оказывается, что я не один такой, друзья, и многие люди с этим, ну, сталкивались с этой проблемой. Скорее всего, мне так кажется, что и тот сбой, который у меня происходил с уведомлениями после ночи, скажем так, то, скорее всего, у меня тоже это не у одного такое. Ожидаем, давайте тогда загрузки смартфона. Я сейчас думаю, что нам будет предложено также выбрать язык, войти в гугловский аккаунт и войти в аккаунт к Xiaomi. Я, собственно, буду наблюдать за развитием событий, что будет дальше происходить со смартфоном, исправится, исчезнут ли эти баги, я не знаю, честно. Но будем ждать, что разработчики, надеюсь, все-таки исправят. Но в любом случае, по производительности этот телефон намного лучше, чем Honor 6S Pro, который у меня был до этого. И даже пусть, если эти баги и останутся, по крайней мере, мы с вами научились самостоятельно перепрошивать смартфон, хоть и потратили на это очень много времени, по крайней мере, усмотрели нюансы определенные, в связи с которыми можно было бы, например, вообще сломать смартфон. Мы нажимаем с вами, что теперь? Ну, собственно, вот у нас с вами все заработало. Мы нажимаем с вами Active This Device. This Device is Locked, написано. Видите, мы с вами нажимаем Active. Активировать. То, что с вами нужно ввести, это пароль, который у нас с вами запрашивается от нашего Mi-аккаунта, который до этого у нас с вами был. То есть здесь нужно ввести пароль. Давайте мы его введем и, собственно, активируем наш с вами гаджет. Да, наверное, можно, я думаю, что от компьютера уже произвести отключение и перейти на камеру, собственно, вот большого формата на весь экран. Подпонизил, значит, я яркость вебки, дабы вам было более лучше все качественно видно. То есть здесь, например, то, что у нас с вами пишут, например, забыли пароль. То есть, разумеется, можно сделать просто восстановление, но через личный кабинет Xiaomi, если вдруг пароль кто-то не помнит. Но как можно не помнить пароль? Как бы вас об этом предупреждали, что нужно привязать свой аккаунт и нужно было, разумеется, пароль этот знать. То есть если кто-то по своей неосторожности заблокировал смартфон, то, скорее всего, сам этот человек, собственно, и виноват. Либо это может быть тот, кто не знает пароль. Это может быть кто? Вор или мошенник, который просто украл у кого-то, возможно, телефон и пытается получить теперь к нему доступ. Ну что ж, давайте введем в своем пароль и посмотрим, что будет дальше. Давайте проверим. Нажимаем Active. Проверка пароля. Подключение, как я понял, он сделал через сим-карту, скорее всего, к интернету. Verify. Determine device. Xiaomi service framework will send SMS для подтверждения, короче, вашего аккаунта. Будет вам отправлено, значит, это самое SMS. Мы нажимаем Hello. Все, подтвердить. Все, друзья мои. Мы с вами полностью настроили наш смартфон. Выбираем русский язык. Значит, уберите ваш регион. Россия. Настройка региона, друзья мои. Да, мы с вами сейчас установили, значит, русскую прошивку. Все, друзья. Теперь все по новой, собственно, мы с вами ставим наш Wi-Fi. Подключаем. И все. И можем пользоваться смартфоном. Я думаю, что, в принципе, тут особо чего-то большего, ну, объяснять не требуется. Я сейчас попробую, посмотрю дальше. Давайте до полного включения смартфона посмотрим и убедимся, что мы поставили с вами русскую прошивку. И все на самом деле хорошо. Вспомнил я пароль, друзья мои, нашел его на сайте. Да, возможно, кто-то из вас спросит, Юра, почему у тебя такой здоровый и огромный пароль, что у тебя здесь 150 миллионов человек вокруг тебя живет. Нет, друзья мои. Это автоматически мне Яндекс такой предложил туда поставить. Я, собственно, ну, думаю, не буду отказываться и поставлю. Вот, собственно, и поставил. Так, ну что же, мы подключили, значит, Wi-Fi. Условия использования. Я прочитал, я прочитал. Ставим галочки. Все, собственно, как всегда. Проверка обновления. Это можно делать несколько минут. Ну, все, у нас с вами происходит установка и скопируйте все приложения и данные. Перенести фотографии из аккаунта Google и другие данные. Ну, это сейчас у нас с вами запросят из облачного хранилища, да, например, там можно с айфона перенести, можно скопировать из облачного хранилища. Мы нажимаем и все. То есть, сейчас мы с вами, скорее всего, придется выполнить вход, а может быть, даже не понадобится. То есть, так как у нас к Xiaomi сейчас увидел наш Mi аккаунт, скорее всего, даже не запросят ничего другого. А, ну вот, запросил. Да, я думал, не будет запрашивать. Выполняем вход в аккаунт. И сейчас у нас с вами должны были все полностью данные перенестись с нашего облака. То есть, это, возможно, сохраненные игры, приложения, все, что было в гугловском аккаунте. То есть, все полностью должно будет восстановиться. Ну вот, друзья мои, мы нажимаем принимаю и происходит проверка. Получение информации из аккаунта в гугле. И сейчас у нас с вами еще, вот, резервная копия 4 часа назад. Вот она, собственно. Вот это нам нужно. А это, скорее всего, эмулятор. Как я понимаю, SMG935F. Потому что я не знаю, что это такое. Это эмулятор, скорее всего. Родлокировки устройства. Чтобы расшифровать резервную копию, введите пароль и графический ключ. Старого устройства. Ого. Подождите. А, пин-код это экрана. Это пин-код, друзья мои. Теперь запрашивается у нас с вами экрана, который, скорее всего, мы ставили на экран. Вот что, друзья. Будем надеяться, что я... Ну, нет, написал-то я его правильно. Если он запрашивает именно то, что я понимаю. Ага. Все приложения. Игры. 115 гигов. Облако. Это что это у меня такое? Ага. Ну, не все данные, так не все данные. Ну, что мы поделаем. 160 приложений. Это то, что у меня было. Все верно. Разве что он не музыку не всю перенесет. А музыку я и сам скопирую. Не важно. Ладно. Сервисы. Сохранять резервную копию. Это обязательно. Это я все рекомендую. Везде галочки оставлять. Все, как оно есть, друзья. Дабы, если вдруг что, у вас все сохранялось. И вы могли все это потом восстановить. О чем просит ассистента? Нет. Я не хочу ее просить. Она вообще без моего полностью ведома пользовалась телефоном. И находила не то, что нужно. Случайно сижу, играю, разговариваю. А он мне просто берет. Окей, Google. Окей, Google. Окей, Google. Это точно запоминает наш голос, хотя на самом деле он даже не на мой голос, как я понимаю, иногда срабатывал. А, ну это заново. Добавить данные. Зачем? Сколько теперь проблем-то, а? Ладно. Изменить размер шрифта. Добавить еще один адрес. Нет, спасибо. Все, сейчас должен быть доступ у нас с вами к рабочему столу. Сейчас восстанавливаются резервные копии. Сверху у нас с вами вот это вот уведомление об этом свидетельствует. Слева вверху, что у нас с вами сейчас вот бэкап происходит. То есть тут часики нарисованы. Вот вы можете обратить внимание. Вот они. Вот они часики. И у нас с вами все это восстанавливается. Теперь нужно ждать. Скорость восстановления по большей степени зависит от скорости вашего соединения с интернетом. То есть если делается по Wi-Fi, может быть быстро. Если скорость хотя бы как у меня 20 мегабит в секунду и выше. Возможно все это займет где-то может быть час. Но 160 приложений, друзья, вы сами поймите. Плюс все это должно установиться, настроиться. Ожидаем. То есть к Mi-аккаунту. Mi-аккаунт уже был привязан к телефону перед включением фастбута. То есть это особенность смартфона сделана для того, друзья мои, чтобы злоумышленники не могли завладеть устройством. То есть сейчас просто никто бы устройством завладеть не смог. То есть даже там, например, с привязанным этим аккаунтом кто-то поменял бы прошивку. А войти и подтвердить, сделать верификацию, например, смартфона было бы невозможно. По той причине, что человек бы не знал пароля от Mi-аккаунта. Он бы не знал бы также номер нашего Mi-аккаунта. Потому что его нужно знать, чтобы хотя бы как минимум узнать, куда заходить. Следующий момент это пин-код от экрана, который нужно было бы ввести. Либо пароль, который также, чтобы получить доступ к этому всему. Войти в гугловский аккаунт, чтобы сделать восстановление. А представьте, пароли везде стоят разные. То есть, ну, человеку просто дороже выйдет сидеть, возиться с этим смартфоном. Для того, чтобы получить ему какой-то доступ и что-то завладеть какими-то данными. Как бы, если вы не богатый человек, то человеку это будет просто, ну, не нужно, по сути. И то часть информации заново добавлять нужно. Например, такие, как карты. И более того, и более того, друзья мои, что не просто данные не сможет человек украсть. Он не сможет даже доступ к смартфону получить. То есть, по факту, он просто получит кирпич. Все. И ничего он с этим не сделает. Это вот за что огромное спасибо к Xiaomi за то, что они вот такую систему сделали. Такая система, кстати, кто не знает, работает еще и в Honor. То есть, этот Huawei, вот эти Honor, там всякие 20 вот эти вот. У них 30-20, у них тоже такая система крутая, защита. То есть, ты забываешь пароль от аккаунта и все, и до свидания. То есть, ты забыл пароль, например, от гугловского аккаунта, и ты не сможешь просто войти в смартфон. Ты доступ к нему просто не получишь. То есть, он превращается в кирпич. И разблокировать никто его не сможет. Причем, даже официальные центры, насколько мне известно, не берутся этим заниматься. То есть, человек сам просто делает кирпич. То есть, поэтому на будущее, знаете, кто с рук будет покупать у кого-то смартфон с заблокированным вот такой ситуацией, его будут продавать хоть за гроши. Хоть этот смартфон, его хоть за 5 тысяч продадут. Какой-нибудь человек по своему незнанию купит, потратит 5 тысяч и получит кирпич. И все. И телефоном пользоваться просто не сможет. Ожидаем, друзья мои. Ожидаем. У нас с вами опять почти все готово. Это все зависит, опять же, вот мы с вами видим индикатор скорости соединения. Да, прошу прощения за такое вот, как мы видим, у нас фокусировку. То работает очень активное интернет-соединение. То есть, происходит восстановление данных, о чем свидетельствует мой роутер, который очень-очень интенсивно моргает. То есть, сейчас часть системных приложений поставится. Давайте проверим обновление прошивки, потому что некоторые люди ругаются на то, что, например, глобальная от русской и так далее, европейские, они немножко друг от дружки отличаются. За счет того, что иногда прошивки друг от дружки, например, могут отличаться. Меуи, например, 11, там такая-такая-такая-такая-то может быть. А, например, на другой, так, нажимаем далее. Например, настроить, восстановить из облака. Нет, как новое, не надо его настраивать. Давайте мы все восстановим. Первое пространство этого устройства. Да, первое 3.26, то, что было. Все. И, друзья мои, сейчас у нас с вами восстановится на Меуи. На ксиомовском аккаунте стоят также все настройки темы, настройки самого смартфона. То есть, по факту, мы сейчас должны будем полностью восстановленный смартфон получить. Задайте пароль. Вот. Отпечаток пальца. Но это нам с вами вновь нужно будет сделать, скорее всего. И настройка доп. защиты. Это у нас с вами, как я понимаю, наверное, это пин-код. Правильно я понимаю? Запомните пароль блокировки экрана. То придется стереть все данные на вашем устройстве, включая фото и контакты. А затем задать новые. Вот это интересно. Только представьте, забывайте вы пароль, и все. И по факту у вас от телефона ничего не остается. Давайте зададим пин-код. Продолжаем. И да, еще раз повторить. Поэтому, друзья, если вы вдруг забываете пин-код, самый лучший вариант вообще его запомнить. Записать, я не знаю, хоть как-то. Подключить также отпечаток пальца и по лицу разблокировку. Добавление отпечатка. То есть, это с вами то, что предлагают. Это добавление отпечатка. Как я понимаю, наверное, это мы с вами сейчас можем добавить основные пальцы. Пальцы экрана должны быть чистыми. Ну, вроде бы как. Добавляем отпечаток пальца. Заодно проверим, пропадет ли у нас часть сбоев, которая у нас с вами происходила в системе. Я не сомневаюсь, что, может быть, часть каких-то сбоев останутся все-таки. Но то, что нам с вами главное нужно, это будет просто убедиться, что не у меня одного такое, если вдруг подобное происходит. Более того, я теперь понимаю, что не зря я все это то, что сделал, я сделал. Почему? Потому что, в любом случае, так, карусель обоев, персональное, все это сделаем, все, галочки пусть стоят. Выбор темы, классика или безграничность. Ну, пусть останется, наверное, классика. Я потом все это посмотрю. Поменяем. Так, только лучшее. Нет, только лучшее нам не надо. Потому что часть приложения здесь может быть оказаться для меня ненужным. Все готово. Аллилуйя, друзья мои, слава Господу. Мы с вами завершили вот это вот мероприятие. Все поставили. Теперь давайте проверим, есть ли у нас с вами последняя MIUI, которая стояла до этого, когда мы с вами ставили прошивку. Я не помню, какая она была. Одиннадцатая. Одиннадцатая однозначно была. Вот с каким-то подпатчем. 11.08, 11.09, не припомню. Вот, у нас с вами восстановилась главная картинка, я вижу. И нам не менее важно. А, вот эта часть, видите, написано ожидание. Вот, смотрите, ожидание. То, что не восстановилось. То есть, просто нужно подождать, чтобы это все поставилось. Обратно, на места, что называется. MIUI Global. Подождите, я ставил русскую. Она не должна быть глобальной. Она должна быть российской. Давайте проверим вообще, поставилась ли она. Подождите, я поставил русскую. Она мне опять пишет Global. А правильно она мне ее пишет? Подождите. Я вот... Давайте-ка разберемся. Да, друзья мои. Q-F-A-R-U-X-M. Это стабильная прошивка. Стабильная русская. Все. То есть, по названию, по коду мы с вами можем обратить внимание. Как бы то ни было, даже открывая официальный, например, сайт, вот этот вот ми-комьюнити, видно, что это русская. То есть, как бы ни было написано, что она Global, глобальная, стабильная, но при этом RU. Ключевым словом является именно RU, которая у нас с вами до этого была другой. Сейчас давайте проверим обновление системы, зайдем в него и посмотрим. Написано, что обновление не найдено. Может быть, она придет чуть позже. Но в любом случае, как бы то ни было, русская прошивка, она как бы то ни было, она у нас с вами обновляется. И давайте проверим также... Я хотел проверить, так, у нас с вами обновление компонентов. Это все системные приложения, которые у нас с вами также есть. Вот они. Это все официальные программы. Ну, официальные, которые, скажем, предлагает нам... Ух ты, нормально. 340 мегабайтов-то. 1104. Глобальная выходит раньше. И некоторые люди недовольствовались и говорили тем, что не выходят некоторые. Могут, например, русские, могут, например, остановиться на какой-то и все. И дальше не идти обновы. Так что, друзья, решайте сами, выбирайте сами. То есть, то, что вы хотите. Попробуем найти сейчас функцию SOS вообще, работает она здесь, мне интересно, или нет. Наверное, мне так кажется, она не будет здесь работать. По крайней мере, она не должна была здесь работать. А по всей видимости, нам предлагается. Она не должна работать здесь. Потому что для России она не адаптирована. Но почему-то, однако же, она тут осталась. Значит, не знаю. Ну, а в любом случае, как бы то ни было, я буду следить за развитием событий. И надеюсь, что все баги, которые были, они исправлены. И теперь у нас с вами она для России установлена. И теперь мы с вами официально знаем, что у нас с вами стоит прошивка именно для Раши. Для нашей Раши, что называется. Частотный диапазон и все тому прочее. Так что, друзья мои, на этом все. Божьи благословения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте лайки, ставьте лайки, в контакте. Расскажите, друзья, комментируйте. И все на встрече. Мы с вами на канале, в группе. И в новых видео. С вами был ваш Юранко. Прошу прощения за такую задержку, но мы с вами все рассмотрели от и до по поводу прошивки. И все сделали качественно. И слава богу, что у нас с вами все получилось хорошо. Всем божьей благодати. Храни вас Бог. До новых встреч. С вами был ваш Юранко. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова